Дождище опять ливануло, и я тут на лобе говорю, ребята, у меня родилась гениальность, давайте-ка посмотрим этот номер президентских heritage, в котором останавливались вот все вот эти принцы, включая даже японскую королевну. А что, они похожи на поход? Камрады, я говорю, Панди, оденься в поход пойдем, все-таки мы тут в центре Гималаев, мы как бы вот так вообще живем, и вот туда, куда-то в горы нам надо. Ну, такое представление у девчонок. Намасте, дружище, смотрите, новый уже телефон в работе, сейчас проверяю картинку, пандус, блин, я думал невозможно становится еще красивее, но она смогла, и вот поход, а, это шорты? Шорты поделать, шорты хорошо. Я вообще наслаждаюсь, я слышу фанды истории про житие, ее бытие там, в этих заграничных всяких странах, и что мне нравится, вот Казахстан я очень люблю, я люблю прошивку людей, которые там, они такие прокаченные по-своему. Чисто по секрету солью, вы понимаете, вы приезжаете в какую-нибудь новую страну, и понимаете, что, ну, красивой женщине надо выглядеть, и она устраивается на работу, в салон. Больше 100 долларов стоит наращивание ресниц, больше 100 долларов. Я это очень хорошо понимаю, поэтому я говорю, дай мастер-класс, как можно так ушлить, а она безработная, она говорит, я на халяву, там, в салоне, специально устроилась, сделала реснички, салон, как раз сделала, что-то волосы, реснички, губы, что ты там еще сделала? Все, через два дня говорю, пора увольняться, все сделано, я молодец, на стиле, вот она едет, теперь погибала, в поход, в поход она пошла. Можно даже продекланировать эту девочку, может быть, ради этого все и было. Ради этого все и было, но мы идем, скажем так, по Покорской, 5-й авеню, где самые красивые магазины, все предлагается, кофе, йога, все это по высшему левелу, потому что такова она Покора, ты себя чувствуешь здесь, как будто ты в Европе, хотя, судя по лицам, Европа здесь никогда и не пахла. Так, что это? Ануман репрезентейшн? А, юмин? Окей. В общем-то, вас могут тормознуть, вот так подстегнуть по поводу дать-ка донат, и мы знаем, что такое донаты, поэтому, ребята, о донатах все посчитано, остается довольно интересная сумма, которая выприсылалась, но у меня уже новая идея. Кайлас. Кайлас манит меня уже десятилетиями. Кайлас сложен, Кайлас это тот же самый трекинг на высоте почти 6 тысяч метров над уровнем моря, стоит бешеных денег, об этом мы потом еще будем обсуждать, сейчас я мониторю здесь вокруг, кто почем, кто как хочет на мне навариться. И поэтому, друзья, теперь у нас новый проект, донаты собираются на Кайлас, и мы реализуем его как только, и по самым, я думаю, приемлемой цене. Ну, не зря я такой ушел из Казахстана, вот, видите, люди за два дня устраиваются на работу, чтобы в себя прийти, а я тоже так же куда-нибудь устрою. Может, я яком устроюсь работать, и будет такой, я портер, як. И, короче, ушел таким образом кору. Ну, я верю в мистику, я верю в эзотерику, я чувствую все эти энергии, поэтому для меня Кайлас это как слетать на Марс. Вот нечто такое. Вот такие вещи вы встретите вечером, вас заманывают, потому что здесь улица как бы, опа, привет. Здесь вечером тусовище. Ну, и вот поэтому и прекраснее ходить днем, потому что вечером это все будет склонять вас к алкоголизму. Само собой, тут будут такие магазы с ювелиркой, с камнями, обменники, массаж, это все вам будет предлагаться. Ценник, вы знаете, мне всегда не нравится. Ну, я такой, я слишком долго путешествую, меня этими вещами, там, после Таиланда или Вьетнама, где там за два, за три дома. Что за новый парень у тебя, панда, что такое? Как вы так быстро уже снюхались? Он же вообще припарковался просто. Где-то должна быть скрытая камера, которая его снимает. На видео. Кент, товарищ издалека, его должен снимать. Смотри, вот с какой девкой он гулял. Ну и в то же время вот такой аппарат можно встретить с матюгальником, он такой заточка. Точим, точим. Вот, вот, нафигенный взял. Мега острый вообще. Про, про-бро. Следующий год, стоп. Мы подошли. Вот эти назойливые тети, эти, не асно. Мы подошли из-за угла. Бумеранг. 1991. Почти с открытия не пала, друзья мои. Вот она крышанула. Пацанечка, ну-ка, стой здесь под каблуком. Тут уютно, дождь не капает. Ой, люблю поугарать про отношения. Ну и так, интересная тема. Смотрите, made in Nepal. Они, оказывается, делают обувь. Кто мог подумать, но у них есть. Я не знаю, калибр. Известная фирма, неизвестная. Слямзили они это у кого-то, как китайцы, нет? Ну вот. This is made in Nepal. No, I mean, this shoes. О-о-о, ребята, смотрите, довольно прикольные макосины. Вот такая тема, приветствуется, лучше простецкая. Но все на месте. Каблуки, носы, шнурки. Все есть. И даже вот есть кроссовки тоже made in Nepal. Ты видела, когда, например, made in Казахстан кроссовки? Кроссовки? Страна номер один, наверное, по богатству, производству газа, нефти и всего остального. А Непал, который там в горах ютится, он может делать вот такие обувки белые. Да и стоит 30 баксов. У меня в голове не укладывается. Бомбические ребята. Вот на кого надо ориентироваться, как экономику поднимать. Тоже дерзятина. Такие девчонки рекламируют. Друзья, бессменные принты, которые связаны только с Непалом. Само собой, Будда, Мандалы и иностранцы, покупающие этот весь бутер. И так как, конечно, трекинг это все, что можно связано с горами, с проходками. Вон там есть бэушные палки. Здесь вы можете с дискаунтом бэушный стат взять. А вон там все новенькое. Так что, ребят, вы все найдете здесь, но вы это и без меня знали. Ну, такие штуки здесь можно залипать. Да, черепаха целует задницу лягушку. Там все остальные боги. Если вы дома такое повешаете, не пожалеете. Это, конечно, колоритно. Это придаст вашему жилищу прям уровень. Если такое шиво в углу стоит, если такая ваджа на столе лежит. Знаете, как пресс-папье. Шикарные вещи. Но ценник здесь конский, мы это знаем. Поэтому будем так осторожны с покупками именно на этой улице. Продуктивность местных художников зашкаливает невероятностью. Потому что они фигачат. Там где-то в подсобках у них запертые бедные из деревни. Наверное, братишка там, сестренка. И они рисуют это безостановочно всегда. Эти танки. Потому что это все стоит денег. Ну, что надпись гласит. Чем ты сегодня, братуха, отравишься? И такой мини-барчик. Красиво, красиво, да? Хорошая стилисима. Тебе вообще нравятся нарядные улицы в туристических местах? Вот удовольствие, да? Ходить, смотреть, втыкать. Работа дизайнеров. Оно достойно, достойно. Можешь сравнить с предыдущим видео, чтобы его посмотрели и спугали, где приятнее ходить? Здесь? Где мы были в Непале? Вот прям, чтобы прошли посылки и посмотрели. Можно. Ты про почупать и над? Да. Или... А, картошка. Все, картошка. Картошка заскакивает. Вот пацан на велосипе, может вас подкормить. Вот это мое. Вот это мой бро. Ребята, я не снимаю бутер, я не снимаю панду, я снимаю. Зизи Топ приехал, вон он. Я как-то люблю проявления людей, поэтому эти все подстебы, подстебочки, типа Зизи Топ там, какой-нибудь Скорпион с Роллинг Стоунс. Просто люди, мне интересно всегда, как стилисту, как человек выбирает себе образ. Мы не можем ничего сами придумать, это нам уже известно. Мы как бы где-то что-то увидели краем глаза, и мне внутренний процесс, как же рождается идея, что о, вот так я хочу выглядеть, о, вот этим я хочу работать, и о, вот это мне пойдет. И вот эти движения нашей внутренней души, типа, как в нас рождается идея, что это красиво, это таким я хочу себя видеть, выглядеть и идти по жизни. Вот этим забита у меня голова, вы думаете, я просто тут хожу? Постепенно добираемся до парковой зоны, где вот цветет вот это фиолетовое, хоть ты че, но это самое красивое цветение. Ну и количество бродячих джусменов увеличивается прямо пропорционально. Я в Японии, что ли? А вот так коротают местные в свое время на дереве, удобно, ты кайфуешь, это твой шезлонг живой, настоящий нейтрок. Там можно зарубиться, вот в теннис, странно, что никого нет. Визит Непал, безусловно, посетить Непал, это одна из крутейших вещей. Покататься на лодках по озере Феевой тоже. Тут даже есть для молодожена вон катамаран. Где еще такое чудо встретишь? Фанда нормально отрабатывает, она инстаграмщица заслуженная, поэтому какая рабочая сторона, ей известно, как саму себя фотать. Молодец, не напрягает, не дергает меня, не теребункает. Этих мемов, которые, знаете, парень приехал с девушкой на отдых, и весь отдых он фотографирует свою подружку на ее сторисы бесконечно. Так нельзя, девчат, берегите пацанов, у нас чердак такой, легкотекущий. А вот на этом священном источнике я поднабираю по вечерам воду, когда у меня есть настроение, прихожу сюда. Здесь обычно такая очередь, люди стоят, и потом эту же воду вам в магазинах и продают, ребят, без иллюзий. Вот Непальцев считаю очень добрыми людьми. У них свои дела, у них куча бутылок, но всегда подходишь, такой, воды наберу, он такой, без проблем, бро, набери. Терпение. Если меня спросить про Непальцев, я скажу, это слово терпение, они прям самураи. Я вижу, как они едут в автобусах безропотно, как они ожидают эти осыпавшиеся дороги, поломанные, как они ко всему относятся абсолютно стоически и медитативно. Если у индусов я учусь какой-то любви и все принятия, то у них пальцев это терпение. Только что с пандой пересмотрели прошлые снятые кадры, сочные, краски, смотрите, это на самом маленьком, знаете ли, так сказать, качестве. Еще раз, айфон 13, бомба, как я вам благодарен, что теперь можно наслаждаться такими вот, не передать. Кадры, прорисовка, детализация, краски. Вот вроде ни о чем, сидит какой-то панда там грустный, а нет, айфон это все придаст. Она не улыбается, а хоба, в телефоне она будет улыбаться. Какая-то группа пошла, индийский спортсмен. О, Рудракша, Рудракша, бро. Is it for sell? Yeah. А, you sell guy, ok. This is the tree, yes, with Rudrakša, that's one, I grew up. Ah, this one. Вот, смотрите, ребят, если что, вот Рудракшевое дерево, и я тут собирал свое время, кстати, их. Так, мне даже интересно. What sport, guys? What sport? Box? 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 Yes. One, five. Ah, ok. I have no idea about which you good luck. No, а вот взять наши страны, вот такие, если бы дома упрошали бы наши улицы, но с каким бы мы настроением, с какими бы улыбками бы мы ходили? А? Напишите в комментах. Нравится вам такое чудо? Мне очень. Священный остров, который очень уютный. И вот здесь я, кстати, трамбовал одного драгдилера. Покоя не дают, знаете ли. Прям он бежал за мной, говорит, все, всякую марихуану давай колоть вместе, тугезер. А я говорю, брат, ты вообще меня отвлекаешь от моей вечерней ходячей медитации. Он говорит, а ты от меня не скроешься. И тут все, меня пробило. Я говорю, я от тебя не скроюсь. Щемился он от меня по всем вот этим лестницам вниз вверх, бегал, как пищащий таракан. Потому что, ну, я так не люблю. Я вот раньше любил, я с Казахстана, потом я разлюбил, потом йога. И теперь, когда на меня вешивается какой-то вот такой чупушило, я просто такой сразу ему чпок в Саечку. Или шапалах. Потому что, ну, не надо навязывать эти тяжелые, так сказать, состояния, от которых людям не так-то просто и уходить. Ну, не у всех есть же стержень и сила воли. У меня есть, а вот у кого-то нет. Друзья мои, и вот непальские военно-морские силы. Двухмоторный военный катамаран, который сейчас разгоняется и, возможно, несет свое патрулирование береговой линией. Что я хочу заметить. Вон, видите, девочка бежит. Вот есть люди, у которых здесь расписание. Они прямо приезжают сюда, как на сборы. А для тех, кого интересует прайс на эти лодки, вот, пожалуйста, 670-770. Это ты берешь бот с драйвером, бот без драйвера. Ну, а мы сейчас пойдем через этот обалденный парк в Индуистский темпл. Там круто, он древний. Я там любил медитацию, так сказать. Ну, вот, как дядя вот так вот залипал, втыкал в точку. И это я в прошлой жизни. И теперь я легко передам вам цвет этого цветущего, великолепного дерева. А теперь конкретная разница, ребята, в менталитете индийском и непальском. Если в Индии на Гуае это все происходит по коленам в воде, они что-то кружатся, пляшут, то тут серьезный джигит. Ковбой с конем, барышня в штанах, на коне. Не дай бог улыбнуться, вы что? Так, фишинг-бой давно не видел. Раньше прям по 50-100 человек вдоль берега стояло, они рыбачили. Сейчас, видать, то ли рыбы нету, то ли запрет вышел. Костюм, маски, такие штаны, такой. Это двубортный бюджет, ты врубаешься вообще? Наверное. Мы не врубаемся, но можем такое слово употребить наверняка. Тоже ребята простраивают композицию, ты неправильно стоял. Оказывается, надо с другой стороны. Милота, пошел дождь, смотрите, круги на воде. Ребята засуетили, такие, опа-опа. Хотя при дожде рыбалочка самая вкусная. Тетя тоже такая, все, бизнеса не будет, надо собирать чизболсы. Панда невероятно потрясена. Она не ожидала, что здесь, в Непале, может быть так красиво. И что вот такой сильный может пойти дождь, так? А вот и моя слабость, да? Смотрите, вездеходик для путешествий. Вот сверху можно спать, это как палатка. Там солнечная батарея на крыше, внутри жизнь, кухня, там все. Можно жить, размножаться, жениться, все по красоте. Ну как, друзья, хотели бы вы отобедать в таком ресторане, в котором у вас паромщик? Отвези меня, паромщик. Сука, со скрипящей ключицей. Уключенные, конечно, не ключицы. Русский язык надо учить, брат, было в школе. Туда ты хотели? Нет, хотели. Вот оно хотело туда. Да, оно и до сих пор может даже хочет, но стесняются. А так местечко зачетное. Сейчас все узнаем. Приехали, приехали довольные, смеющиеся люди. Но вы знаете, жизнь блогера, она такова, что я вот судик буду сейчас теги прописывать, мне надо видео выпускать, поэтому нам не до поездочек этих, не до улыбочек и не до смеха. Работа у нас такая. На радость про вот это жуткое место в Непале, в Пашупачинате дали зеленый доллар. Был оранжевый, это означает, что монетизация не подключена. Я по привычке после обеда начинаю ныть, пандить. Да нафиг мне этот YouTube, отключать монетизацию, никто не смотрит. Но это нормальная тема после обеда. И тут вдруг они раз и зеленый дали, представляете, знак чудо. Сейчас прописываю теги, никуда не едем и выпускаем видос. Какие рестораны? Со мной, знаете, не на ресторане. Сколько? Три? Нету шагов. Сколько шагов сделали? 4800. Ванча не будет, детка, ты не заработала вообще еще. Конечно, отменяется. Откладываем ее на ужин. Что, мы сидим, панды, какие блогерские будни. Погнали на лодку. Там я еще не был. Благодаря панде я могу побывать в каких-то разных интересных местах. Потому что ей интересно. Тут везде я уже ходил. У дяди должны быть крылья развиты. Он тягает этот трос с утра до вечера. Все. Намасте. Хупа. Мы на месте. Надеюсь, качки я не боюсь. Панда, как с морской болезнью у тебя? Положительно? Нормалек все? Дорога в ресторан все нормально. Все, она учуяла запах еды. Надо, ладно, поддержать уровень глюкозы и углеводов в ее баре. Все, первая скорость начинается. И поехали. Джун, джун, энджин. Let's go. Уху, ху, ху, ху. Вот такие, ребятки, чудеса. А, наручные тяги просто. Панда виртуозно делает сторисы, чтобы я не попадал туда. Умеют же, девочки? Так, ты смотри, мастер. Вода очень зеленая. Обратите внимание, прям отражаются в джунгли окружающих холмов. Оказалось, бывают и счастливые моменты в жизни этого мужчины. Девчата хотят фитнес-нагрузку и будут фигачить. Класс, передохнет хоть. Фу, хорошо. Совсем немножко осталось. Ну вот, девочка не успела. Ну, кстати, у нее парня, говорит, он 3 метра роса. Все, приезжаем. Оп. Намасте. Она сразу забота. Теплые, надежные руки. Чик. Да что нам словно брать? Десантура, бля. В общем, мы оказались в Фиштейл, Лодж-Бая, напорно от души написано. Говорит, мы такие гостеприимные, и это потому, что у нас большое сердце. И не только. Друзья, удачная задумка. Дождь начинает поливать. Фантастич. Тут должна быть крыша. Валим? Ага, я все понял. Это как бы резерд, в котором вы можете снять вот такие комнатки в замечательном месте и наслаждаться жизнью. Смотря на Покору совершенно с другого ракурса. Го, она вообще с ума сошла. Говорит, я люблю дождь. Прикольно. Да, хорошо. Ну что, пойдем в ресторан посмотрим, что ли? Или под дождем покайфуем? Насладилась? Молодец. Ну смотрите, классное место, кстати. Очень-очень шикарно. Рекомендую. Да, друзья, я нашел карту этого места. Здесь все сделано из кругов. Каждый круг это, грубо говоря, здание, в котором расположены номера. Там есть у них спа, бассейн, есть фитнес-центр. Короче, full power. Окей, стандарт, and maybe, usually, what you call VIP, стандарт, for me, just interesting price. Single, double. So, we have category rooms. Окей. One standard, and deluxe, and heritage and heritage suite. Ну все, друзья, да. Окей, I see. Single and double. 240 баксов в сутки, 250 с двоих. Самый простой, просто дополнительная кровать, если вам нужна. Вы говорите, мне комната не нужна, мне кровать там под углом поставьте, под бамбуком. 60 баксов. Ну, в общем, самый дорогой Heritage Suite. Это мостов, так сказать, expensive, да? 5,075. 500. You can see in the heritage room our Prince Charles and the Jimmy Carter have stayed. You can see the doors. Смотрите, сюда, вот в это наследие, которое по 575 приезжал король, приезжал принц Чарли, приезжал кто-то еще. В общем, премьер-министр приезжал, вон даже я вижу Ганди приезжала. И все это происходило на этом, оказывается, пятачке. Может, и вы найдете какие-то знакомые люди. Вон, принц Джо... Джо Хачим Денварка. Принц Денварка. Короче, одни принцы и принцессы. Тогда мы правильно вместе. Хочу. Фуанда наша шахерезада, вообще, конечно. Смирница здесь. Как там тебя забыла? Императрица, пожалуйста. Императрица, да, вот она здесь сейчас говорит. Я хочу за 575 долларов взять на сутки. Так, Джимми Картер президент был. Но что-то я уже начинаю не доверять этой подборке фотографий. Хотя, кто знает, правда, на самом деле. Принцесса Чичибу из Японии была. Правда, на фоне самолета. Да, умилительно, замечательно, красиво. Слов нету. Великолепно. Все убрано. Все дорого. И после той презентации, что девочка сказала, что это одни принцы и принцессы, я прям выволок панду из этого ресторана. Говорю, мы тут есть. Не собираюсь. Я мне еще чехол на айфон надо покупать. Поэтому сейчас просто посмотрим, а что там за бассейн у них. Дождик вроде прекратился, а потом начался. И мы нашли такое лобби, где можно его переждать, где можно поиграть в карамболь. Правила не знаем, но сейчас узнаем. Итак, правила изобретены мгновенно. Бьем желтым битком. Черные панды, конечно, белые наши. Красные забивать нельзя. Не знаю почему. Ребята, ну пока мы тут спасены, но буря усиливается. Уже лупаши там. Не знаю. Апокалиптическое будущее не за горами. Карамболин все трагично. Как выяснилось, панда где-то тренировалась в своем ауле, а я нет. Хотя у меня дедушка мастер спорта по Чапаеву-то закрыл. Но вот я что-то лечу. Ну ладно, что делать? Да-да, есть такой в карамболе тактический ход. Ну ладно, что делать называется. Блиц интервью с победительницей. Как вы себя чувствуете на чемпианате по карамболю в покоре? Самой красивой, я понял. Спасибо вам. Отличный ответ. Отличная была игра. Бам! Дождик радостно закончился. И мы видим такого парнишку. Помните, да? Улита кто? Французы любят лупашить. Но наша задача разогнать. Где бассейн? Хочется глянуть одним глазком. В каком бассейне принцы? Все. Кровей. Княжеских. Уильям. Главное там было. Для панды это важно. Я не знаю. Она его запомнила. Она его хочет прям унюхать. Англии, конечно. А это принц Англии. Мамочки, мечта любой девчонки. Оно того стоит, ребят. Там аж пар идет. По-моему, он даже еще и горячий. Под холодным дождем. Очень холодает, когда идет здесь непалит дождь. Я прям замерзаю. Обычный? Не горячий? Ну, показалось. Показалось, что горячий. Вот тут вот полоскал подводную бабочку, друзья мои. Да что тут происходит вообще? Под водой бабочка сидит. Вот здесь он полоскал свои помидоры. И как бы и не он один наверняка. Тут такие массажные салоны, что... И вот как же помедитировать по тантре чувствует себя человек, который может жить в номере за 575 долларов в сутки. Вот ощущение. Уровень доступа к информации, уровень дозволенности, быстрота выполнения твоих желаний. Все-таки, наверное, это и есть то, что дает то количество денег. Если бы ты жила в номере за 575 долларов в сутки, как бы ты себя чувствовала? А какую бы ты информацию хотела бы получить от окружающих? От окружающих? Например, без сутки... Как они сделали так, чтобы заработать такие деньги, чтобы платить 570 долларов в сутки? А тебе бы не интересно было узнать, есть ли инопланетяне существует, или какой курс, или где будет хайп биткоина, на какой бирже. Не, пофиг, да? Я бы лежала, вот просто загорала. Ты просто лежала. Я бы бывалась, загорала. Вот, друзья, я как человек очень яростно интересующийся, прям огненный взаимоотношений между мужчиной и женщиной, имеющий свою прям такую жесткую, мощную теорию этих взаимоотношений, потому что я вижу энергопотоки между парнями и девчатами. И кто кого жрет, кто кого вампирит, и кто как, и для чего. И почему именно так ей надо лежать, и почему пожестче надо выбрать кровать. Мальчишник, да, кто помнит, не забудет. Я хочу сказать, что вот этим и отличаются девчонки от парней, потому что девчонки могут лежать, не предпринимать, наслаждаться на шезлонге. Эстетическое удовольствие. Эстетическое удовольствие. Получай. Я получила сегодня норму эстетическому удовольствию. Уже даже если вы провели свою подругу рядом с бассейном, это уже, ребя, уже зачет. У парней все иначе. Они получают удовлетворение, да, от реализации каких-то проектов, от движухи, от нам. Я не видел пацана, который, да я поеду в Турцию, полежу на шезлонге, знаете ли. Ну нету таких. Не лежат они на шезлонгах одни. Они все лежат с какой-нибудь герлой. Они все делают, парни, да, пацаны, мы делаем, мужики, это все для того, чтобы девушке какой-то угодить, показать ей, что, ну я же хороший, да, я же тебя вот привез сюда. И она такая в ответ говорит, это классно, ты такой хороший. Тут не девушка моя, отошел с меня. Ну вот, задумайтесь об этом, парни. Сейчас очень разгоняет мужское движение, да, свои обороты и из каждого утюга кричат, что, да, любите себя, любите себя. Я часто очень ловлю себя на мысли, что для самого себя я что-то могу не сделать. А вот с кем-то или совместно, или может быть, не дай бог, для кого-то постороннего, представляете, не для себя, оказывается сделать это легче, и ты найдешь оправдание. Да, да, там поехали в Турцию, дорогая. Конечно, ты же хочешь в Турцию, поехали. А мало кто так сделает. Я хочу в Турцию, дорогая, ты тут остаешься, я один еду. Обычно так женщины всегда преподносят парням, типа, опа, заломали, мы с подругой в Турции, и еще скандал устраивают. Ты что мне ничего не позволяешь? Да мы чистым отдохнуть. Мы в клуб ходим только потанцевать. Дождище опять ливанул, и я тут на лобби говорю, ребята, у меня родилась гениальность. Давайте-ка посмотрим этот номер президентских heritage, в котором останавливались вот все вот эти принцы, включая даже японскую королеву. Но, блин, он занят, они говорят, да ты что, он на распад разлетается, не найдешь время его посмотреть. Так что нам выдали зонтики, молодцы, и мы идем на переправу, на паром. Что-то Мэри Поппинс из меня никакая. Смотрите, все, никто не поможет, всегда у современного человека сейчас руки заняты телефоном. Панди уютно, комфо, куда ты идешь, иди. А, о, на помощь прибежала. Вот, обалдеть, ребята, поняли, как надо проверять девчат, если она так сделала. Никогда не забуду этот фильмец из 90-х, то ли разборки в Бронксе, что ли там про американский квартал, где он говорит, слушай, хочешь проверить девчонку? Возьми тачку у бати, когда к ней приедешь, пусть она первая сядет и посмотри, откроет ли она тебе дверь. Ну, пимпочку эту дернет. Если она тебя откроет, то, брат, она думает о тебе, она того стоит. Хватай эту девулю. Если не откроет, то нахрен ее. Панда открыла зонтик, у нас мощная команда. Пришли, блин, вот, говорит, вон, в затопленную, говорит, лодку прыгайте, или здесь ведут, ждите. А у нас, говорит, вообще, вон, один унесло куда-то. Красиво, можно ждать, потому что красиво и кайфово. Вот приближение Мунсуна, да, чувствуется уже в Покоре, в Непале. Трекингом уже хана. Вообще, у нас был план минимум, дойти купить билеты на автобус Панди назад в Катманду. Но, видимо, не с ростом. Ты пошла работать в охрану? Я думала, мне можно. Can I ask you, why so many women here in security and in police, in Nepal it's... Непал, что в Непале. Yes? Okay, why women working in security? Government company. Ah, government company? Government company. Ah, are you been in army or not? I'm army. You army? But she not. Army, army. Rembo, Rembo. Yeah, I got it. Ну, в общем, если мы Панду отдадем в охранное агентство, то вот она тоже. Take her with you in security company. Yes, she would like to be like you. Security with this head. Ой, ты, 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 ты. Ты, ты, ты. Закарусились, да, с мужиком они говорят, да, чё, панда же, не палка, чё, или филиппинская подстилка, говорит, одна из двух. Я говорю, ого, спокойно, давай лучше нам мастер-класс, как ты укладываешь веревку вот так. По кругу, очень умело, чуть не упал сам из-за вот этого, чуть не утащило меня в море. Жестко, жесткая погода. Ну, вот так весь день мужик крылья качает. Вот это вросли, да, холодно и мокро. И вот видите, как определить, когда ПРО работает, и когда вот гастробайтер здесь навалил об эту кучу, в которую я запнулся. А там романтиков на всю катушку пополнить. Так, ну чё, всё, мы без зонтиков, зонтики ушли, мы пока здесь с пацанами, они на позитиве. Как бы они нас не съели, тут панда, этот голодными глазами смотрит. Походу здесь и за ночью. Смотрите, когда идёт сильный дождь, тут дороги превращаются в реки, а реки вся эта байда, это посерьёзно. А теперь, ребят, для вас специальные покоримско-дождевые водопады. Видите, как там фигальше. Всё это сливается в озеро, и для меня уже не секрет, почему я не хочу плавать. Откуда у меня такое нежелание в этом сезоне плавать, потому что я вижу такое. Убана! Сделаю подходы на 30, проработаю 30. Возможность обалденная сейчас. О, хорошо идёт. От такой обстановочки тренинг. Новых стилс, нет изменений для того, чтобы пропустить тренинг. Идёт, идёт, хорошо. А там у пацанчика поврал, прикиньте, то ли цемент, то ли чё остался. И они такие, ну, будем пахать. Чё делать? Носятся, тягают на бешеной скорости к поверху. Да нитки промокшие уже. Вот такие не пальцы трудают трудяги. Вот реально трудолюбивые. А, ребятки, помните, как в фильме про Кинг-Конга? И он жил там на острове, и он такой весь в испарене, такой весь пелене тумана. Бомбиссимо! Эй, ты! Ты чё такая дерзкая, а? Восстанавливает город свой функционал, вон проковыривают дырки, а мы, ну, прям, просто вышли прямо и такие, ну, чё, мама, салам алейкум, мы здесь, в Шармила ресторан. Конечно, выглядит, да, это вам не Рио-де-Жанейро, но это прям, вот, очень кушать хочется. Поэтому, возможно, даже чикин чоумень. Кто в теме тут знает, тупо лапша с курицей. Парнишка в массе романтики, он просто подружку свою только что лапшой с ложки кормил. А я вон вижу такую тему, Evergreen Guest House. Слово Guest House всегда в стоечку у меня, потому что сейчас мы платим 20 баксов, но, может быть, мы можем платить 8. Пойду узнаем. Так, вот я уже подгазовываю сюда, на Guest, прикольно, Evergreen Guest House, и там буду. Ну вот, друзья, кто еще тут всегда найдет. Да, сейчас мы платим 2600, допустим, рупасов, и можно разрулить за 800. Мой тетет, добрая, 100% отдаст. Ну, это мое бэкпекерское, знаете, начало. Оно такое, всегда ему интересно, что-то пошарится. Да и вам, думаю, тоже это на пользу. Мало ли кто в покоре будет тут бэкпекерство, ладно. Ребен, ну так как мы казахстанцы, конечно, мы фанаты Евгения Чебаткова, особенно, когда он начал выступать на английском. Да, я купил negro, и мой любимый цвет, и мой любимый цвет, и блю. Оно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok